Да, деньги тратить нужно с умом, особенно сейчас. Эксперты подсчитали, в среднем одной российской семье на празднование новогодних праздников придется потратить около 40 тысяч рублей. В эту сумму входят подарки, наряды, фейерверки, ну и, конечно же, праздничный стол. Но все же есть варианты сэкономить, как расскажет Анастасия Щербакова. Планы, основы экономии. Замечено, что основные статьи расходов при подготовке к новогодним праздникам включают в себя три пункта. Подарки, продукты и развлечения. Поэтому попробуйте заранее продумать хотя бы приблизительно, с кем вы будете встречать Новый год, кому хотите купить подарки и составьте примерное меню. Такой список поможет сэкономить время, деньги и нервы. Итак, правило первое. Покупайте подарки заранее. Выгода очевидна. Выбор больше, очереди короче, цены ниже. Новогодний ажиотаж начинается накануне 31 декабря, и вы просто рискуете затеряться в толпе покупателей и так и не найти нужные вещи. К тому же, как правило, чем ближе праздник, тем сильнее магазины завышают цены. Почти такое же правило действует и для продуктов. После того, как ваш список будет готов, разделите их по срокам годности. Те, которые хранятся длительное время, например, зеленый горошек, шпроты, конфеты и напитки, вполне можно и даже рекомендуется купить заранее. За остальными лучше идти в магазин в утренние или ночные часы, когда народу меньше. Сэкономить можно и на продуктах питания, особенно если тщательно подойти к выбору блюд. Не обязательно выставлять на стол самые дорогие деликатесы. Некоторые хозяйки умеют приготовить отменные блюда из самых дешевых продуктов. Задумайтесь о том, стоит ли устраивать традиционное пышное русское застолье. Вспомните, сколько вы наготовили на прошлые праздники и какую часть из этого съели, а какую пришлось выбросить. И сделайте выводы. Еще одним способом сэкономить на предновогодних покупках является разумный подход к выбору магазинов. К примеру, вовсе не обязательно идти в элитные отделы. Вместо этого можно заехать на рынок или пойти за покупками на специальные новогодние ярмарки, где продаются праздничные товары на любой вкус и кошелек, начиная от выпечки и заканчивая сувенирами ручной работы. Кстати, самодельные подарки по-прежнему актуальны. Подумайте, может быть, стоит проявить фантазию? Вариантов здесь великое множество. Сделать открытку или нарисовать картину. А может быть, шить мягкую игрушку и создать какое-нибудь оригинальное украшение. А можно просто связать шапку или варежки. Еще один важный пункт – развлечение. На Руси живут по принципу «гулять так гулять». Вопрос как? Рестораны, кафе, дискотеки и ночные клубы – не каждый кошелек выдержит такую нагрузку. Между тем, развеяться в новогодние каникулы можно и менее затратными способами, зато более полезными – почитать книгу, навестить старых друзей и родственников или заняться спортом, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное время. Анастасия Щербакова, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро.